ребята привет я тут продолжаю исследовать ухтинские окрестности сейчас я приехал поселок называется сидью недалеко над ухты что-то именно 20 ехал наверное тут он видите какой спуск оттуда вниз я машину вон где оставил и сюда назад поднялся посмотрим показать вам этот спуск посмотрите тут какие ровные вон хоп-хоп это что-то такое как разделено еще и вам хочу показать сколько тут снега офигеть видите сколько белый белый снег там вдали леса тут в этом сидью мне рассказывали что летом сильно прикольно всякие водопадики речки ручеечки что-то такое неимоверно красивое тут но мы это все увидим в зимнем варианте у них видите водонапорная башня ангары какие-то еще тут очень-очень сильно пахнет коровьими какашками и не знаю почему вроде поля то все под снегом почему она может от коровники чистят куда-то скидывает это все в кучу прям сильно-сильно такой запах коровьих какашка ребята когда он не видел зимних деревенских пейзажей я вон еще в этом сидью смотрите тут как офигенно тут они я сейчас видел гоняет на вездеходах а вот тут он видите школа стоит я не надо со школы но нет это от вездеходов тоже конечно тот следы наверно школьники тут и на лыжах гоняет еще он там я сейчас посмотрел по навигатору какие-то старые скалы что ли что-то такое называется там в той стороне вот это все видите как тут колоритненько кстати тепло я сейчас я еду радио слушаю по рекорд всегда слушаю по рекорду передают в питере минус 16 что-то такое минус 12 на 16 на тут минус 5 смотрите какие тут лодки тут наверно река что ли какая-то такие лодки интересно еще о как тут наверно круто на буране спуститься туда офигеть пойдем тоже сходим вон с какой горы мы спустились а тут это наверно река смотрите как круто как красиво но видите они с этой горы шок на буране и туда в тайгу поехали на охоту наверно да вот эти лодки такие интересные лежат плоские они тут наверно по этой реке гоняет вот туда на буране уехать блин как круто наверное было а вот это наверное у них баня сейчас еще поднимемся туда повыше смотрим что там с этого берега реки и и кстати тут вполне при желании блин конечно действует толстый лед что вон как и что-то трещит как будто но люди он ходит я имею ввиду что тут при желании вон как хорошо тут все наездено можно вообще куда-то в тайгу уйти погулять а ну-ка 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 чё тут чё тут а тут вон какой вид круть и воздух чистый 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 в общем вон какая тут красота и люди вот пешком тоже ходят куда не пешком может забора набежал у меня полные кроссовки в кроссовках короче зимой желательно не ходить по снегу надо в ботинках блин ну вот отсюда реально крутой вид открывается туда в ту сторону а лодки правда интересной формы что-то я таких лодок не видел это побольше похоже на какие-то байдарки может какие-то байдарочные соревнования проходят если кто знает чего надо писать правильно комментарии вот они эти странные лодки не видеть деревянные да не видел я таких лодок раньше ну и все я думаю сидью мы посмотрели поедем дальше тут я видел ледяной городок где-то когда ехал на машине где-то он вот тут сейчас его найду и покажу вам вот он ребята российский диснейленд ледяной городок да я его заприметил еще в машине думаю надо показать тут елку уже разобрали ледяные горки мы любить не тут хорошо год собаки видите из мультиков собачки гурка с дедом морозом ледяные тоже в общем рай для ребят не он собачки тоже смотрите какая прозрачная а тут буратино с артемоном год собаки не всех мультгероев везде а и тут собачка прикольно ой а вот смотрите ледяная избушка круто ладно сейчас мы поедем к церкви и пока мы поедем церкви я немножко расскажу об ухте вы посмотрите главный центральную улицу респект ленинский сейчас ребята кстати погода в ухте ночью до 30 градусов днем где-то минус 24 минус 26 и не ощущается мороз серьезно ветра нету может из-за того что ветра нет ну скорее всего из-за солнышка я вчера машину всю ночью за замело вчера я не снимал не ходил машина весь день стояла снежно было она сегодня на второй день уже все опять солнышко я вышел машину чистить она с этой стороны оттаяла и прав на крыше оттаяла она от солнца оттаяла представляете ну ладно все едем по ленинскому проспекту и как обещал расскажу вам ухте ребят ну вот вкратце об ухте ухта это город в республике коми российской федерации образует городской округ ухта второй по численности жителей город в республике на реке ухте началась первая в россии добыча нефти он основан в 1929 году а города он стал с 1943 года город ухта промышленный город и вот что там есть лукойл ухта нефтегаз это крупнейшее предприятие по добыче нефти и газа на юге тимана печорская нефтегазовой провинции входит состав полуквы уклон коми общем там и нефть и газ ухте есть аэропорт конечно же в ухте есть и ожидать дорога так а какое же население сейчас мы посмотрим а население в ухте вот то что дает google почему-то он дает на 2012 год там было девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят человек и вот идет кривая и кривая показывает что из ухты идет от ток населения ну вот так вот вкратце я вам рассказал о ухте ребята я приехал к церкви в общем вот она церковь такая какую мы привыкли видите кстати тут чего он кладбище кладбище а вот она церковь сейчас подойдем поближе посмотрим я сегодня из большого фотоаппарата забыл его так что посмотрим так вот она какая златоглавая тут вот такой район тут что-то все газпромом с лукойлом связано тут газпром лукойл и в общем тоже много чего добывают здесь газ и нефть перерабатывают ребята смотрите какая-то большая колокольня в церкви рота какие в церковь входить сейчас мы посмотрим со входа как она выглядит вот как она отсюда выглядит она тоже наверно очень большая внутри сейчас вовнутрь тоже зайду схожу посмотрю как же быть и не посмотреть среди какой кирпич красиво ну пошел я вовнутрь все ребят смотрела внутри церковь в общем просто стены побеленные ну она такая совсем новая наверно и от того что свечки наверно копчат стены уже в копоти я вот искал там славку церковно она оказывается на улице хотел свечки поставить оказывается на улице лавка пойду схожу куплю свечки и смотрите тут розовым всем оделаны на полу как будто розовый гранит в общем пошел я куплю свечу а тут данная старая церковь видите купил свечки иду назад в храм ставить свечки интересно вот эта маленькая церковь открытая сейчас посмотрим видите какая она ребята закрыта ладно пойдем ставить свечи большой церкви смотрите как тут видите она прям бревенчатая ребята на все посмотрели мы церковь ухтинскую а сейчас мы резко перемещаемся в темноту но не в темноту в сумерки я специально дождался сумеречного времени чтобы показать вам это достопримечательность ухты ухты ребята я в общем дождался чуть-чуть сумерек мне местные ребята рассказывали что у них есть тут одна из достопримечательностей это гола это короче огромный светящийся ленин он еще в союзе поставили его и говорит когда возвращались там из москвы или счет куда-то и и когда видели эту эту голову ленина то типа уже все значит на месте значит уже дома и посмотрите я ее нашел она правда огромная и заодно я покажу вам какой закат но он говорит что она с 90-х годов уже не светится но вроде как сейчас ее восстанавливает но по крайней мере вот сейчас когда я здесь она еще пока не светится смотрите вот я приехал я кстати машинку помыл у меня машина теперь чистая и вот смотрите какая огромная голова ленин чтобы вам было понятно насколько она огромная я поэтому машины показывает вот она машина стоит вот она голова ленина офигеть какая она огромная сейчас я обойду с той стороны посмотрю держится он на тросах я отсюда кстати все ухту видно будет так и вот мы с этой стороны подходим к этой голове ленина ну с этой стороны сейчас я отойду смотрите кстати вот ухта сверху сейчас покажу ухту сверху а тут он все в лыжах а вот железная дорога мост вон он по той дороге я сюда приехал да все я все узнаю и смотрите какой красивый закат сегодня и вот она эта голова ленина отсюда как выглядит а она сейчас видите просто фонарями подсвечена вот фонари и вон фонари а раньше если я правильно понимаю вроде как она была из лампочек жалко что она не подсвечена и но ничего вон она если будет видно вон она какая здоровая сзади меня офигеть все как мы любим в общем ребята вот такая голова ленина я посмотрел вам показал круто мне очень нравится но так как она выглядит с этой стороны потому что закат отсюда прям вообще круто все видно и понятно что это очертание ленина круто ребят как вам ленин ну в общем все показал я вам все что хотел в городе ухта спасибо что посмотрели ролик ребят если вам понравился лайкайте подписывайтесь на канал пишите комментарии обсудим что вам тут понравилось что не понравилось может быть есть какие то вопросы всем спасибо за просмотр с вами был игнат пока пока